Здравствуйте! Вот за мной турецкая поляна, так называемая. Она находится, не доезжая, от Ласпи, если ехать к пляжу Балитиман. Машина пошла в сторону Ласпи. Она из двух частей состоит. Там платные беседки. Надо их заказывать и платить. Туда, если спуститься вниз, 500 метров или 200 ночи. Круто говорят, там море. И вот вторая часть турецкой поляны. Она совершенно бесплатная. Здесь тоже делают шашлыки. Там мангалы стоят. Вчера ростовчане зажигали. И даже, кстати, утром мы проснулись, тут с палаткой люди стояли. Но мы здесь палатку не ставим. Здесь машину можно ставить. Даже знак вот такой есть. Буква П. Барковаться можно. А, биотуалеты есть. Чистые причем. Мы сами съезжаем с трассы. Вот здесь. Мы идем на этой дорожке. От трассы. Едем еще. Немножечко. Заезжаем за угол. Вот. Езжаем за угол. И вот уже. И ставь палатку. Так, мы уже переночевали три раза. Вполне себе комфортно. Утром здесь всегда тенек. А вот эта дорога, по ней куда-то даже уезжают. Я, честно говоря, не знаю. Она такая качество очень отвратительного. Но по ней куда-то уезжают. Здесь вчера мы приехали. Куча машин стояла. Все, которые приезжают к людям. Вот эту на Турецкую поляну. Там костры сжечь. На пляж. Они все машины, если там места нет, бросают здесь. Но мы приехали. Нам повезло. Быстро машины уехали. И мы заняли тут место. Так что вот пока вот так вот мы стоим. Здесь очень хорошая ровная площадочка. В отличие от других тут камни, да что-то. А здесь очень удобно стоять. Вот. Утром просыпаемся, собираемся и едем или по тропам. А сегодня, как вот сегодня, так в Форос поехали. Погуляли по Форосу. Искупались там. Посмотрели пляжи. Кстати, без проблем в Форосе припарковались. Конечно, наверное, не пик сезона. Но машины везде брошены. Во всей, вдоль всех дорог, каких только можно. Так что, еще, наверное, завтра переночуем. Завтра Чернореченский каньон. Завтра, наверное, переночуем и уже в Ялту поедем. Там с жилье с ним. Субтитры создавал DimaTorzok